Привет! Сегодня мы поговорим о том, что такое аквафаба. Аквафаба это не аквамен и ничего общего с ним не имеет, это особый отвар, отвар бобовых, чаще всего нута, также это может быть отвар короха, чечевицы, но чаще всего мы используем именно отвар нута, потому что нут в большей степени отдает свой белок воде, в которой варится. Соответственно, аквафаба это вот та самая водичка, в которой вы варите ваш нут, и эта водичка содержит в себе весь белок, который содержался, не весь, а большую часть белка, который содержался в нуте. И теперь эта водичка насыщена белком, и по своим свойствам она очень похожа на яичный белок, поэтому вы можете использовать вашу аквафабу при взбивании меренги, при приготовлении какой-то выпечки в любом месте, где вам необходимо использовать яичный белок. Поэтому в веган-версии мы используем аквафабу. Приготовить ее очень просто, для этого достаточно просто сварить нут, но есть некоторые нюансы, которые я вам сейчас расскажу. Для того, чтобы сварить нут, у меня он здесь уже практически готов, я приготовила вам его заранее, сейчас покажу. Так вот, для того, чтобы хорошо сварить нут и взять максимальное количество белка, для того, чтобы наша аквафаба получилась качественной, нам необходимо нут приготовить. Мы возьмем сухой нут из упаковки и зальем его водой. Не принципиально, каким количеством воды, на данном этапе вы можете залить любым количеством, но имейте в виду, что нут увеличивается в своем объеме примерно в три раза. Соответственно, вам необходимо взять достаточно большую миску, налить туда в три раза, то есть в четыре раза больше воды, чем количество вашего нута и оставить на ночь, на восемь часов, на двенадцать часов. То есть на ночь. Оставлять нут больше, чем на двенадцать часов я не рекомендую, потому что в этом случае он может приобрести, начать портиться и приобрести такую неприятную кислинку. Такой нут мы уже не будем использовать. Аквафаба из него не получится однозначно. Его лучше сразу выбросить, если вы его передержали в воде. Но если вы просто оставите на ночь, на утро, вы можете уже начать варить ваш нут. Для этого вам необходимо будет слить всю воду, в которую у вас ночью лежал ваш нут. Хорошо промыть этот нут и поместить в сотейник. Мы наливаем сюда определенное количество воды. Уровень воды в вашем сотейнике должен быть примерно на один сантиметр, то есть на один палец, на один-два максимум сантиметра выше уровня вашего нута. И в таком состоянии вы ставите кипеть нут на плите в течение примерно двух часов. Ставите на слабый огонь и следите, чтобы уровень воды всегда был чуть выше нута, примерно на один сантиметр. При необходимости вы можете доливать воду и поддерживать постоянный уровень жидкости в вашей кастрюле. Через два часа вам необходимо будет взять ваш нут, естественно, не из кипящей воды, вам необходимо будет его предварительно остудить, перетереть вот так в пальцах. То есть он должен очень легко разламываться и стираться практически вот в такой порошок. Это значит, что ваш нут готов. В этом случае вы выключаете вашу плиту, закрываете крышку и оставляете нут еще на несколько часов до полного остывания. Вам необходимо, чтобы в воду попало максимальное количество белка из вашего нута, из бобовых, которые вы используете. Поэтому вы даете нуту остыть максимально долго. Готовая остывшая аквафаба будет выглядеть разварившейся и примерно на сантиметр больше воды над уровнем нута должно у вас остаться. После того, как ваша аквафаба остыла, мы переливаем ее в какую-то емкость, в стакан, в котором вы будете хранить эту жидкость, в холодильнике. Вы можете перелить ее сейчас отдельно, но позже ее обязательно нужно будет процедить через сито, потому что чем чище аквафаба, чем меньше в ней вот таких маленьких вкраплений кусочков нута, тем лучше она будет взбиваться впоследствии. Нам необходимо ее перелить и охладить примерно так же ночь в холодильнике. Готовая аквафаба и по своему внешнему виду, и по плотности, если вы проведете по ней вот примерно вот так ложкой, вы попытаетесь на нее нажать и встретите сопротивление. То есть это не жидкая консистенция, это такая достаточно плотная водичка, скажем так, и она действительно очень похожа и внешне, и по плотности на яичный белок. Поэтому если вы правильно сварили аквафабу, если вы ее хорошо охладили перед тем, как взбивать, добавить небольшое количество лимонного сока, аквафаба непременно взобьется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...